Что будет, если в страйкбольный пистолет зарядить не... Так, сейчас шаров досыплю. Что будет, если в страйкбольный пистолет калибром 6 мм стрелять, он должен пластиковыми шарами, зарядить не пластиковые шары 6 мм, а стальные шары для рогаток. Массу я их точно не помню, но мне кажется, где-то до грамма будет доходить. Это у меня Коль 1911, хайкапа. Такой вот карсавчик. Сначала снарядим его газом. КПС, наш отечественный газ. Рекомендую, кстати, хорошую штучку. Сначала будет пластиковый шарик, потом будет металлический, пластиковый и металлический. Такая вот у меня беда получилась. Сейчас я один раз копнул, два пластиковых засадил, но думаю, по ходу дела разберемся. Сначала просто попробуем прострелить картон, проверим на проникающую способность, и вообще вылетит ли шар из пистолета, а потом замерим через хронограф. То есть пять туда выстрелов сделаю, и все оставшееся мы запустим в хронограф. Так, первый будет пластиковый, второй металлический. Пластиковый пробил, металлический пробил, пластиковый пробил, металлический пробил. Пластик не вылетел. Так, в чем дело? Видимо, просто не дослался. Вылетел непонятно откуда. Все, полетели, смотрите, из этого, из выбрасывания. Интересно, почему? Видимо, засадил туда стальный шарик. С помощью шомпла для пневматической винтовки у меня получилось выбить шары. Скорее всего, шар застрял в резинке хоп-апа. Еще раз убедимся, что все в порядке. Видимо, он задирает как-то резиночку. Не дает адекватно пистолету работать. Ну, в смысле, стальный шар. Давайте сразу перейдем уже к тесту на хроне, потому что, как видим, картон пистолет дырявит, если шар все-таки вылетает. Какие выводы стоит сделать? Не майтесь фигней и используйте оружие по назначению. Продолжение следует...